Спасибо огромное за предоставленное слово, Влад. Я вижу, что то, что мы задумывали, оно реализовано, я имею в виду те сессии, которые мы планировали, и вот эта программа мне показала, что они успешно реализованы в рамках Конгресса. Ну а в целом, если говорить о прецизионной онкологии, то это объективная реальность на самом деле, и рано или поздно мы все равно придем к тому, что будем более осмысленно и более четко, более таргетировано лечить наших пациентов. И лучше это сделать раньше, естественно, чем позже, прежде всего для наших пациентов. И вот в этой связи, конечно, мы заражены примером позитивно, в позитивном плане. Программа, которая сейчас реализуется в Европе, реализуется в Америке, и речь идет о национальной программе прецизионной онкологии. В частности, вот то, что Луиза докладывала нам, это исследование ДРУП, которое из национального уровня переросло в транснациональный. И мы видим, что это способствовало резкому ускорению и набора пациентов в это исследование. И мы планировали еще вот короткое выступление по, во всяком случае, в программе оно еще стоит, да, это наша отечественная национальная программа по прецизионной онкологии. Мы в течение последнего года обсуждали возможности реализации этой программы на национальном уровне. И оказалось очень, на самом деле, вопросов очень много, проблем очень много. И эпидемиологическая ситуация внесла также свои коррективы. Но, тем не менее, мы, вот группа энтузиастов, эта программа обсуждается. И я думаю, что в следующем году, наверное, да, если все сложится благополучно, мы ее все-таки запустим, эту программу. Суть которой сводится к тому, что пациентам будет выполняться расширенное молекулярное профилирование. По всей видимости, это будет полногеномное секвенирование с дальнейшим анализом этой информации и обсуждением вариантов таргетной терапии с помощью молекулы Суверборд Экспертного Совета. Очень много, на самом деле, вопросов, которые детально надо прорабатывать и обсуждать. И этапность реализации этой программы. Поэтому, пока мы еще не готовы ее представить для аудитории, но, тем не менее, мы в этом направлении движемся. И прежде всего, это надо нашим пациентам, у которых есть определенные надежды на то, что можно выявить какую-то редкую мутацию, редкую патологию молекулярную. И использовать тот препарат, который уже доступен, в том числе использовать в режиме оффлейбл. Но и второе, это прежде всего надо нам, потому что нам надо систематизировать материал, накапливать материал с теми редкими молекулярными нарушениями, в отношении которых уже есть, так скажем, они драгабл, в отношении которых уже есть препараты. Может быть, пока они будут использованы оффлейбл, но, тем не менее, они внесут больше понимания в то, насколько этот подход эффективен. Потому что без вот этих методов, к сожалению, проб, иногда и ошибок, да, нам не удается, мы тогда вообще ничего никогда не поймем и ничего никогда не сделаем. Я бы, ну вот, хотел бы вот так вот анонсировать, анонсировать эту программу, но пока проводится, еще раз скажу, детальная проработка всех ее этапов. И пока мы вынуждены отложить реализацию на следующий год. Но вот, пожалуй, вот так вот я бы хотел поздравить бы организаторов этих двух сессий, да, с таким очень позитивным... Вы внесли, на самом деле, очень позитивный, очень такой очень хороший настрой, да, в умы и клиницистов, и молекулярных биологов. И я думаю, что все это реализуется, то, о чем мы говорим. А тот минимальный уровень прецизионных подходов, которые, вот, которые сейчас обсуждали в ходе нынешней сессии, да, он уже может, в принципе, имплементирован быть в клиническую практику. Правда, пока нет, опять же, тех механизмов регуляторных, да, позволяющих все это реализовать. Но, тем не менее, в каких-то случаях это может быть сделано. Спасибо большое, Влад. Я отдаю слово. И я хотел отдельно поблагодарить Луизу. Я вижу, она опять на связи. На самом деле, вот, то, что делаете вы, вы своей работой вдохновляете и нас, на самом деле. И нам очень приятно видеть вас. Луиза является одним из инициаторов, на самом деле, энтузиастов вот того исследования, которое сейчас реализуется в Европе с такими великолепными результатами. Спасибо большое. Спасибо большое.